Уметь постоять за себя надо всегда, а без соответствующей подготовки и знания предмета самоотстаивания справиться с этой задачей бывает непросто. Спрос рождает предложение и количество дисциплины, в которых тебя научат бить аккуратно, но сильно растет. В Тюмени состоялся фестиваль боевых искусств, объединивший приверженцев сразу нескольких различных техник. Настоящим открытием фестиваля стал рукопашник Давид Абраян. В его виде соперничали участники с 12 лет. Давид моложе, что его нисколько не смутило. Мне вообще-то 11 лет, я всегда хотел выиграть 12-летних. Ну, через 6 месяцев, впрочем, день рождения, хотелось победить, чтобы посмотреть, готов ли я в 12-13 лет. Оказалось, готов. В поединках с более старшими и превосходящими его в габаритах соперниками Давид крушил одного Галиафа за другим, наглядно демонстрируя еще не определившимся с выбором родителям, что габариты при должном умении не важны. Просто в бою не главное. Главное – физическая сила и опыт. Прочем, был товарищ, с ним по тренировкам был друг, с ним было чуть-чуть тяжело, но все-таки побеждает сильнейший. Впервые такие соревнования провели год назад. Получилось ярко и красочно. Оттого решили успех закрепить. С дюшер номер три собрались мастера Савата, Кудо, тайского бокса и даже рукопашного боя. Уровень достаточно хороший. Спортсмены приехали совершенно разные. От новичков до опытных ребят уже, которые выступали и на областных, и даже на первенстве Уральского федерального округа. Пока на одном татаме молодые рукопашники самозабвенно осыпали друг друга ударами, старательно метят сопернику в лицо, на другом юные кудоисты в скафандрах больше полагались на тактику. Тем более у них сейчас самое начало сезона и силы еще пригодятся. Для ребят это первые старты в новом тренировочном году. И мы к ним подходим достаточно серьезно, готовимся к этим соревнованиям, чтобы выступить соответственно достойно. Соседство различных видов единоборств – изюминка фестиваля. Здесь каждый мог наглядно увидеть особенности той или иной дисциплины, да еще в сравнении со смежным видом. Возможно, кто-то даже решит сменить одну секцию на другую. Впрочем, Давид Абраян рукопашному бою точно останется верен. В этом спорте есть, в нем все виды спорта. Ну, вольная борьба, карата, тхэквондо, все остальные виды спорта. Мне этот спорт очень нравится, он хороший и добавляет физическую силу. Силу во втором фестивале боевых искусств в Тюмени приняли участие три сотни спортсменов из Тюменской, Свердловской и Курганской областей. Наши спортсмены показывают неплохой уровень. Очень здорово, что есть такой турнир, где могут встретиться ребята, проверить уровень своей подготовки, продемонстрировать ее и получить за это призыв. Пока у этих соревнований нет официального статуса, но подобный формат, очевидно, прижился, так как помогает раскрывать новые таланты на старте сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова